МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошедшие несколько дней уже наверняка войдут в историю. То ли как неделя, как Запад сошел с ума в экскалации конфликта против России. То ли как неделя, когда сама Россия помахала у Запада перед носом дрыном, который назвали орешником. Мол, видели, что у нас есть огромная, многометровая, многомиллионная штука, которая с правильным зарядом за долю секунды может превратить весь мир в труху. В какое же замечательное время мы живем, однако. Я считаю, что в ближайшие два месяца мы, европейцы, не должны основываться на правилах коммуникации, принятых в западноевропейском стиле, а должны исходить из логики военного времени. Нам нужно действовать осторожно, взвешивая каждое предложение, каждое слово с точки зрения здравого смысла. Иначе мы с вами увидим, к чему это приведет. Война на Востоке вступает в решающую фазу. Мы все это знаем, чувствуем, что приближается нечто неизвестное. Итак, недалеко, как на прошлой неделе, деменция окончательно настигла Байдена. И, похоже, его администрацию тоже. Он разрешил, как помните, одному сумасшедшему из Киева лупить по славянам оружием дальнего поражения. Как это выглядит со стороны. Примерно как посреди зимы влезть в берлогу к медведю и отчаянно тыкать его острой палкой в бок. При этом американцы, как всегда, сеют хаос исключительно вдали от себя. Мы уже сталкивались с такой опасной и безответственной риторикой президента Путина. Но нашим приоритетом остается помощь Украине. Украина, как вы знаете, продолжает успешно сдерживать российскую агрессию. Вчера мы выделили очередной пакет помощи на сумму 275 миллионов долларов. В оставшиеся недели работы нынешней администрации будут выделены еще несколько пакетов. Посмотрите, что происходит. Европа натурально готовится воевать. А где-то на другом конце света потирают ручки ВПК одной мирной демократической страны. НАТО тоже не сидит в сторонке, подливая бензин в костерок. Там всерьез обсуждают нанесение превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта с ней стран Альянса. Некоторые чиновники в США и Европе предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого страна отказалась после распада с СССР, сообщает The New York Times. Но издание подчеркивает, что такой шаг сложно реализовать, и он может привести к очень серьезным последствиям. Да ну какие серьезные последствия? Мои хорошие, неужели беззубая Россия может на что-то ответить? И тут вдруг ответила. Ну как ответила? Сняла с громадной и страшной баллистической ракеты средней дальности «Орешник» все самое вкусное и произвела на весь мир пресс-релиз оружия, у которого нет слабых мест. Вообще нет. Не сбить, не отклонить, только помолиться напоследок, если в три ночи вдруг взойдет солнце. Разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения позволяет одной ракете нести несколько боеголовок, каждая из которых способна поражать разные цели независимо друг от друга. Это существенно повышает разрушительный потенциал ракеты и усложняет противоракетную оборону. Подробно рассказал о системе «Орешник» и уже мир поставил на грань Третьей мировой войны. Это вообще должно охладить? Так уже охладило. Это же мы сразу видим по заявлениям средств массовой информации. Вы видите, что, правда, уже нет единой линии, все пошло в разнобой. Это говорит о том, что немножко растерялись. Но оружие хорошее. Не ядерное оружие, а по своей мощи сопоставимо с ядерным оружием. Но без проникающей радиации, без заражения местности объекта. Поэтому такое воздействие сильное на так называемое мировое сообщество, особенно тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется. Но и для безопасности союзного государства. Это естественно. Я тут старшему брату пошутил. Говорю, ну, места готовы к дислокации. Когда? Подумаем. Все и все прекрасно понимают. Поэтому те, кто еще не потерял последний рассудок, во весь голос предостерегают, что у России есть полное и законное право на ответ. Ни для кого уже не секрет, что разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации означает, что НАТО прямо, не косвенно, вступило в новую стадию конфликта. Их спутники курируют удары, их спецы находятся на передовой. Все этого уже не скрыть. Вы либо не знаете его, либо вы ненормальные. Третьего варианта не существует. Я его знаю. Слушайте, слушайте, что вам говорят. Не думайте, что кто-то где-то блефует. К сожалению, никто не блефует. И, к сожалению, мы медленно входим в катастрофу. Орешник. Странно, что можно одновременно и восхищаться страшным оружием, и втайне молиться Богу, чтобы оно никогда не было применено. Но в этом и вся суть. Не будь у России такой страшилки, по ней летело бы каждый день и всех уголков мирной Европы. Глава ракетных войск стратегического назначения России генерал Сергей Каракаев раскрыл завесу тайны над новейшим оружием и пообещал, что Орешник может достичь цели на всей территории Европы. Ого! После таких намеков на Западе начали что-то подозревать. Одно британское издание не поленилось подсчитать время подлета ракеты от полигона Капустин-Яр до европейских столиц. Вышло занимательно. Лондон. 16-17 минут. Брюссель. 14-15 минут. Париж. 15-16 минут. Рим. 13-14. Берлин. 12 минут. И небольшая информация для понимания всей картины. Скорость полета ракеты до 12 250 км в час. Дальность пуска до 5000 км. А мощность 150 кт. Сколько это? На Хиросиму сбросили не больше 20 кт. Тротила в эквиваленте. Всего лишь несколько Хиросим. Не приведи Господь. Десятки боевых блоков, самонъедающихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 маков. Это около 3 км в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура 5,5-6 тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции элементарной частицы. Превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. Достаточно ли красных линий? Одумается ли Запад? Или, чтобы избежать Третьей мировой войны, нужно как можно скорее положить Джо Байдена в больничку, не дожидаясь окончания срока его полномочий? Природа украинского конфликта изменилась. Теперь это конфликт НАТО против России, заявил на днях французский политик Филипп Девильем. А заодно судил детское поведение западных лидеров, которые отмахиваются от предостережений Путина и успокаивают свой народ. Никаких проблем, это блеф. Мы ему еще покажем. Решение администрации Байдена о запуске американских ракет вглубь России глупое и опасное. Не окажет заметного влияния на ход украинского конфликта, но поставит мир на грань Третьей мировой войны. То, что у России есть противоядие от любых укусов, в своем роде прекрасно. Но искренне хочется верить, что его никогда не применят. Субтитры создавал DimaTorzok